Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи по скайпу. Сегодня экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните. Также звоните из-за рубежа от Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Радиостанция «Серебряный дождь», на которой у вас есть программа, она называется «Потапенко будет», сообщили о том, что последний эфир на этой радиостанции состоится 4 июля. Изменилось ли что-то и возможно ли как-то спасти радиостанцию или уже все решено? Ну, я откровенно говоря, это все ситуации до конца не знаю. Я знаю заявление владельца этой компании Дмитрия Савицкого. Соответственно, про четвертое число. Дело все в том, что там есть, как у любого бизнеса, затраты. И поскольку была построена рекламная модель изначально, конечно, я последний раз ввел эфир в марте этого года. И, насколько я себе понимаю, реклама в связи с мерами по пандемии была отозвана, либо отсутствовала. Рекламная модель, по сути дела, исчезла. Но последние там несколько дней, насколько я себе понимаю, были собраны донаты, соответственно, со слушателей. Насколько это можно сохранить? Ну, на мой взгляд, такие вещи не делаются с бухты-барахта. Они делаются очень медленно и последовательно. Для этого нужны очень серьезные внутренние изменения, на которые нужно, во-первых, время, во-вторых, деньги. А в действующей модели, в рекламной модели, конечно, радиостанции в Российской Федерации, в общем, обречены на закрытие. Ну, а «Серебряный дождь» — это одна из разговорных радиостанций. Вот на ваш взгляд, что потеряет московская аудитория, российская аудитория с закрытием или трансформацией «Серебряного дождя»? Потому что обсуждается вариант, что она станет музыкальной радиостанцией. Ну, касаемо музыкальной шкатулки, как выразился Дмитрий Савицкий, на мой взгляд, смысла особого не имеет. По причине того, что я считаю, что таких радиостанций много. И, в общем-то, занять свою нишу, опять-таки, там все равно есть существенные издержки даже в качестве музыкальной шкатулки. То есть эти издержки, никуда от них не денешься. А когда, говорится, как раз разговорная радиостанция, ну, если вы знаете, для меня это закрытие третьей уже радиостанции, потому что у меня была программа на «Финам-ФМ», это был разговорный как раз формат, это был «Сити-ФМ». И вот сейчас это «Серебряный дождь». У меня по-прежнему осталась программа на «Эхо Москвы». Она как раз носит точно такой же разговорный характер. И вот я вот смотрю там рейтинги своей программы в это время. Ну, вот у меня они, благо, они все доступны. Я могу сказать, что без особой какой-то рекламной поддержки, но моя программа, в общем-то, перебивает даже в этот час программы, которые идут на авторадио, казалось бы, где авторадио и где «Эхо Москвы». Поэтому мне кажется, что это, в общем-то, люди, когда теряют, они теряют, в общем-то, нить повествования, не нить взаимоотношений. Но я считаю, что радиостанции как раз разговорные имеют право на жизнь, просто они более сложны в продакшене, поскольку, опять-таки, у меня есть там собственный YouTube-канал, есть собственный там Telegram-канал. Ну, то есть мои маленькие медиа, такие скромные медиа, я понимаю, как медиа-менеджер, как их приблизительно вести. Но сразу могу сказать, что, конечно, разговорная радиостанция в продакшене и вообще в формировании линейки – это более сложный инфраструктурный бизнес по сравнению с той же музыкальной шкатулкой. Нужно ли это людям? Ну, для этого, опять-таки, если вот как раз подписчики «Серебряного дождя» будут спасать его, ну, хотя бы, по моим оценкам, месяцев 4-5, а это, соответственно, затраты, ну, то, что озвучивал Дмитрий Савицкий, порядка 13-15 миллионов в месяц. Соответственно, вот для какой-то трансформации, я считаю, что там 5 месяцев – это как минимум, это нужно 75 миллионов рублей. То есть здесь ничего личного, а то, что было собрано, это там 6 миллионов рублей. То есть, ну, значит, надо интенсифицировать сбор денег, вот исходя просто чистой математики. Ну, это то, что я знаю, опять-таки, из сообщений прессы, потому что ни с Дмитрием Савицким, ни с господином Никлюдовым, в общем-то, таких общений о том, что делать с радиостанцией, у меня, в общем-то, особо не было. Но если говорить о средствах массовой информации, потому что телеканал «Дождь» и Наталья Синдеева, когда оказались в сложной ситуации после опроса о блокаде Ленинграда и выключения практически из всех кабельных сетей, они как раз запустили марафон и смогли выжить, смогли выстоять, и прошло уже достаточно много лет, а дождь функционирует и работает. То есть эта модель уже в какой-то степени в России опробована. Вот на ваш взгляд, насколько она перспективна, и вообще, что, на ваш взгляд, происходит со средствами массовой информации, независимыми или оппозиционными, по-разному их называют в России, и за пределами России? Сейчас вот какое у вас мнение по этому поводу? Ну, смотрите, опять-таки, здесь все-таки, если мы говорим о Наталье Синдееве и телеканале «Дождь», значит, это модель, опять-таки, мы рассматриваем не конкретно их направленность, дождя и серебряного дождя, а мы рассматриваем это исключительно как бизнес. Все-таки то, что делает «Дождь», это модель по подписке, или там «prepaid» еще можно ее назвать. С этим немножко, ну, условно говоря, если у вас есть видеоконтент, есть чуть-чуть преимущество перед все-таки аудиоформатом, потому что я, например, не могу сказать, что я являюсь постоянным зрителем телеканала «Дождь», но, тем не менее, я оплачиваю подписку там в комплекте вместе с еще одним изданием именно исключительно для того, чтобы, ну, это мой подход, что за любой труд нужно, но он должен быть оплачен. И если мы говорим о медиа, как они развиваются, в том числе и на Западе, то все-таки модель именно не рекламная, а подписочная модель, она давно прижилась и давно работает. В Российской Федерации модель ровно диаметрально противоположная, поэтому, конечно, опыт Натальи Синдеевой, он заслуживает всяческой похвалы, потому что, несмотря на очень небольшую подписную базу, сразу можно сказать, они вот эту модель как раз подписочную реализовали. Скажем честно, что большая часть каналов, которые остались, а их всего там 20, остались в каком-то публичном пространстве, они используют иную модель, она смешана, такая, скажем, донаты от государства за то, что ты будешь лоялен, и плюс какая-то часть рекламная. При этом, по сути дела, все государственные холдинги, они убыточны. На радиоформате реализовать модель подписочную, на мой взгляд, практически невозможно. Здесь нравится это, не нравится, что рекламная модель, это, на мой взгляд, одна из возможных стадий существования, но можно ли как-то заработать на радиостанции? Да, возможно, но, на мой взгляд, это должны быть какие-то иные проекты, которые связаны с уже реальным привлечением аудитории, то бишь с созданием лояльности за пределами эфира. Это могут быть курсы, обучение, ивенты и все остальное. Собственно говоря, серебряная калоша, которую делала в свое время радиостанция «Серебряный дождь», на мой взгляд, это был один из ивентов, но он носил больше такой характер, околохулиганский, но если бы перейти в формат регулярности, хотя бы два-три мероприятия в квартал, то бишь, по сути дела, мероприятия в квартал, где радиостанция выступает таким боковичком, то на такой синергии, с точки зрения развития, можно было бы, соответственно, как-то поддерживать радиостанцию. В чистом виде, модель подписная или интернет-модель, на мой взгляд, ну я ее, по крайней мере, в Российской Федерации, где не принято платить за аудиоконтент или видеоконтент, я не вижу. Ваш ютуб-канал, на котором вы обозреваете актуальные политические и экономические события, Дмитрий Потапенко он называется, чувствуете в этот период самоизоляции, который, кстати, отменен уже в России, какой-то повышенный интерес к своему контенту? Изменилась ли ваша аудитория за вот этот период беспрецедентный? Ну, я могу сказать, что нет. Аудитория, в общем, был один момент, когда аудитория негативно среагировала на контент, который был размещен не у меня на канале, а на канале, скажем так, ином, на главтема «Народ», где речь шла о голосовании о поправках Конституции. У нас был, соответственно, скачок некоторый, не очень большой, но он был, поскольку мы все-таки практически ценим, и пока что мы еще маленький канал, мы отслеживаем, откуда и кто отписывается. То есть у нас был скачок, это менее там 400-500, по-моему, человек. Вот, и мы обсуждали с администратором канала, собственно говоря, ну вот, какова будет реакция на мою позицию, поскольку, как вы знаете, в общем, канал не поддерживает никакой регламной интеграции, это такая осознанная позиция именно для того, чтобы он оставался независим. При этом я знаю, что канал смотрят и в администрации президента, и, более того, там первые лица, поскольку прилеты из разных эшелонов напрямую мне потом происходят, вот, ну, позиция от этого не будет как-то особо меняться, поэтому особой разницы нет. Поэтому мы с админом это все обсуждали, с небольшой фанатской группой, которая это все делает. Ну, есть моя позиция, она останется такая же, свободная, и вне зависимости, мы не будем идти на поводу у трендов, те, кто искренне считают себя якобы оппозиционерами, лежащими на диване. Ну, имеют на это законное право, но я имею право их также не поддерживать. Их свобода заканчивается там, где начинается моя свобода. На ваш взгляд, YouTube-каналы, они могут стать бизнесом? То есть, могут стать средством массовой информации или аналогом средства массовой информации? Если монетизация, интеграция и так далее и тому подобное. На мой взгляд, могут, но боюсь, что по кириллической зоне это практически невозможно. Дело все в том, что сама кириллическая зона, она очень слабая. То есть, если мы даже возьмем по самому топу, ну, я это оценил, я прекрасно понимаю, например, предел своего канала, то, в общем, кириллическая зона, это, условно говоря, там 300 миллионов человек. Для того, чтобы перейти в модель хоть сколь-нибудь окупаемую, для этого нужно переходить в модель телевизионную. То есть, когда у вас есть сетка, когда у вас есть, соответственно, там, журналисты, когда у вас есть производители контента, размещатели, рекламодатели, либо, опять-таки, сопутствующие какие-то мероприятия и все остальное. Касаемо YouTube, все-таки давайте будем честны, что YouTube – это платформа развлекательная, в первую очередь. И, если вы хотите быть на YouTube, на мой взгляд, успешны, то без традиционных сисек-попок вы не обойдетесь. То есть, даже если мы посмотрим, особенно в кириллической зоне, потому что, если мы посмотрим на, я считаю, лучшие произведения Юры Дудя, если мы посмотрим на канал того же Алексея Навального, которые действительно являются миллионниками, то без молодежной аудитории, которая, по большей части, ей интересно, там, селебритис или люди, которые, вот, если мы возьмем канал Юрия Дудя, такие вот легкие развлекательные контенты, в которые, безусловно, Юра Дудь потрясающе вкрапляет, в том числе экономические, ну, там, скажем так, политические посылы, вот, ну, вот такой вариант развития событий возможен. Но вот, например, если Юра Дудь пойдет в следующий этап и как раз будет делать из своего канала телевизор, то прирост, на мой взгляд, будет существенно меньше. Он пока еще не достиг, по моим оценкам, в общем-то, топа и подписок, и своего развития. Но когда он упрется вот в этот потолок, да, он начнет развивать. Именно это, я думаю, что сомнений у меня особо нет. Правда, здесь он начнет многое терять по причине того, что он потрясающий журналист, а когда надо будет перейти в следующий ранг, а это прямо, ну, скачок принципиально другой уровень медиа-менеджера, не знаю, насколько он справится с этой задачей, потому что все-таки, ну, то, как он делает сценарий, это одна история. А когда тебе нужно делить площадку и давать, соответственно, вот это разделение по времени, по поддержанию интереса, по условной хайповости, по условной какой-то там оппозиционности или, наоборот, провластности. Это все-таки очень принципиально другой уровень, и я боюсь, что пока я не видел на русскоязычном Ютьюбе реализацию телевизионного формата, ну, скажем так, с потюсовками, со всеми остальными. Это очень непростая история, она принципиально, фатально, я бы сказал бы, другая относительно авторских Ютьюб-каналов. Здесь интересно ведь еще и то, что если раньше мы воспринимали Ютьюб исключительно как молодежную площадку, и с этого начинали Ютьюб-блогеры, то сегодня, например, у таких политиков или деятелей, как Николай Платошкин, достаточно большая аудитория, это аудитория 60+. И мы, когда занимались его делом и его темой, смотрели, что там достаточно большая активность на его канале. Это сотни тысяч человек. Да, не миллионы, но сотни тысяч. То есть эта аудитория, которая смотрит телевизор, она тоже идет в Ютьюб, и эта тенденция очевидна. Вот как вы считаете, может ли Ютьюб отобрать у телевизора традиционную аудиторию? Нет, это подчеркиваю, я знаю, соответственно, формат Николая Платошкина. Еще раз, я вам приведу цифры, которые я считаю предельными для условно-оппозиционной аудитории. Условно-оппозиционная аудитория, по моим оценкам, колеблется от миллиона семиста до двух и двух миллионов кириллической зоны. Не больше. Достаточно просто посмотреть то, что делает, то есть топовые ролики Алексея Навальных, и смотреть на уникальных посетителей. Потому что вот это аудитория, которая будет постоянно. Вот эти два и два там, ну вот миллионы, это предел, пока что, по крайней мере. Да, говорить о том, что возрастная аудитория как-то переходит, да нет. Просто те, кто смотрит Алексея Навального, они же смотрят Дмитрия Потапенко. Кто смотрит Дмитрия Потапенко, смотрит Николая Платошкина. Поэтому мы вот, по сути дела, топчемся на одной и той же поляне. Если бы у нас, вот, у условных, там, вольнодумцев была бы синергия, то уже давно бы эти каналы были объединены. И как раз возникла хоть какая-то условно-телевизионная сетка. Но если мы посмотрим, то, в общем, сетка не может возникнуть, потому что, если честно, то на нас, там, скажем, производителей контента, а я сейчас рассуждаю исключительно как медиа-менеджер, могу сказать, что их, в общем-то, единицы и на сетку не хватает. Ну, поскольку вы профессиональные журналисты, в отличие от меня, инженера-конструктора-технолога, то я как, там, профессиональный управленец могу сказать, что, ну, вот для формирования какой-нибудь взвешенной сетки 365 на 7 и на 24, ну, нужна команда минимум человек 50, чтобы это вот можно было разбить, чтобы было ночное вещание, потому что есть, соответственно, там, дальние регионы, и вот вся эта, есть, соответственно, 24 часа, потому что есть аудитория, которая находится, там, например, в Соединенных Штатах, есть аудитория, которая находится в районе японских островов. То есть меньше такой команды, чем 50 активных, скажем так, производителей контента, и к этому еще суппорт, ну, да, человек еще 100, ну, то есть это все такое, такие взрослые затраты, а спрашиваются ради чего, ну, то есть что бы что. Сейчас делаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Дмитрий Потапенко, предприниматель у нас на прямой связи, оставайтесь с нами. Да, мы продолжаем, вот так стремительно мы вернулись. Неожиданно мы вернулись. Анна Смирнова, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Дмитрий Потапенко у нас на прямой связи из Москвы. Да, и вы можете также нам звонить, я напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. С сегодняшнего дня у нас в Латвии снимается режим, вернее, снят режим чрезвычайной ситуации. Как мы знаем, что в России, ну, так называемый режим самоизоляции, он тоже отменен. Первые вот постизоляционные месяцы экономические, какими они могут быть, на ваш взгляд? Есть ли какой-то прогноз и можно ли его дать? Ну, мысль-то достаточно простая. Я его сказывал еще до того, как все это организовалось, потому что я вынужден огорчить те, то, как подействовали политики, чиновники всех государств. В общем-то, это калька худшая из худшего, которую можно было сделать. То есть максимум, что они смогли нам предложить, это, соответственно, сделать из наших квартир одновременно тюрьму, лазарет, школу, офис и детский сад. Причем это все в одной локации, еще при этом, ну, в России это особенно цинично, еще обеспечивают тюремщикам весьма недурное содержание, то есть выплачивают зарплату им и налоги. Ну, зарубежные страны пошли несколько по другому пути, не могу сказать, что он сильно лучше по причине того, что максимум, что было сделано, это был включен печатный станок. Сразу могу сказать, что кризис, который мы наблюдаем, это кризис институциональный. Начался он не вчера, он начался еще года три назад. Я даже, ну, соответственно, я уже приводил в нескольких эфирах, что весьма странно, когда люди с пеной у рта начинают рассказывать, что у нас происходит что-то экстраординарное, экстра необычное, потому что, вот я, так знаете, небохвальство ради, открываем книжку некого Дмитрия Потапенко от семнадцатого года, которая называется «Бизнес – это глаголы существительные» и на странице 214-й, 4-й абзац сверху пишет, написано, не выкинешь. Самым сложным будет девятнадцатый и двадцатый год, особенно двадцатый год. Книжка семнадцатого года. Не потому, что я столь гениален, а потому, что кризис, еще раз говорю, институциональный он начинался именно с тот момент, когда появилось возрождение частных денег. И поэтому закончится он не завтра и никакого подъема в ближайшие месяцы не будет, потому что вот те деньги, которые были обесценены и пустышечные, напечатаны и розданы гражданам Евросоюза, Соединенных Штатов, они, в общем, никуда в экономику не пойдут. Они компенсируют те потери, которые были ранее. А для того, чтобы возникла новая экономика, должен появиться новый труд. То есть должны быть новые товары и услуги. Что убило этот институциональный кризис? Он убил эпоху перепотребления. То есть если ранее вся модель производства и потребления, она строилась на высокой степени закредитованности, то есть вы покупали товары и услуги, которые не могли себе ранее позволить. Но это позволяло расти экономике, позволяло создавать новые рабочие места, позволяло создавать новые продукты, технологии и далее по списку. Сейчас мы опустились на уровень так называемой мобилизационной экономики и мобилизационной модели потребления. Это означает, что вы потреблять будете самые базовые товары и услуги. Поэтому сейчас даже в Евросоюзе будет происходить следующее, что будет откат на самые примитивные товары и услуги. Банкротство будут идти скорее в конце лета, в начале осени, потому что сейчас это такая адаптационная модель. Сейчас мы все на адреналине, как раз на том факте, что мы якобы вышли откуда-то, мы никуда, собственно говоря, не уходили. Но сейчас будет осознание, собственно говоря, а где я буду работать. Потому что ключевой вопрос сейчас отсутствие работы как таковой. Эта работа не нужна. Причем не нужна никакая работа. Количество людей в экономике существенно выше, чем их экономика действующая может прокормить. Ну, поэтому нас ожидают непростые времена. Если мы говорим про Россию, тут сползание будет двуступенчатое, а возврат хоть сколь-нибудь каким-то условно-докризисным временам, но это не раньше пятого-шестого года. То есть в этих условиях не возрастет желание у людей и интерес к быстрым кредитам? Потому что, с одной стороны, мы видим, что есть неуверенность в завтрашнем дне, и люди, может быть, опасаются. Но, с другой стороны, есть эти безысходности, если человек потерял работу, ему просто не на что жить. Ну, только не надо забывать, что, опять-таки, вы все правильно говорите, только про волну банкротства. То есть если человек от безысходности возьмет, а самое главное, что ему, если банк выдаст этот кредит, то это просто, ну, грубо говоря, как поить алкоголика. Ну, то есть я же не красного словца для, сказал, что Центробанки пошли по старой парадигме, к которой они привыкли. Они, на самом деле, отсрочили, попросту говоря, дальнейшие падения. Просто раньше еще хоть было производство денег, уж извините, потому что это тоже производство, хоть какая-то бумага печаталась откуда-то, ну, то есть это был некий труд. То есть сейчас же мы же находимся, мы же провозгласили эпоху цифровую, и сейчас Центробанки ничего не производят. Они просто нажимают клавишу и где-то дорисовываются нули. То есть стоимость этого увеличения труда, она нулевая. И в результате потом за это кто-то должен заплатить. И заплатите за это лично вы. Вот лично вы персонально. Потому что, опять-таки, вот этого алкоголика мы сейчас напоим, потом надо этому алкоголику, ну, которого безысходности, ну, к этой безысходности его привел этот институциональный кризис. Нужно расплатиться. Расплатиться он не сможет. Банк начнет, соответственно, что-то пытаться требовать какое-то имущество. Скорее всего, поскольку это будет массово, ему это не дадут, банки побегут к правителям и пойдет вторая волна, там, замажут ее каким-нибудь ковидом очередным или не замажут, второй вопрос. Но в 90 процентов, то есть это всего лишь отсрочка от куда более глубокого падения. Ну, этого алкоголика мы только поим или мы сажаем еще за руль его в состоянии алкогольного опьянения, если говорить об экономике. У нас, к сожалению, этого руля нет. Вот проблема, я сказал же, что то, что вас убили, вы можете даже по Потапенко не спрашивать, вы можете спросить себя. Если раньше у вас условно была возможность, не только возможность, но и благожелание, что вы могли поехать, а вот выбирали, вот сейчас у меня денег, я там могу полететь в Турцию, а в принципе, ну если чуть-чуть поднапрячься, можно полететь в Италию и посмотреть там галерею Уфицы. Это чуть-чуть подороже, но вы это делали. Сейчас вы будете думать, так, минуточку, вот неизвестно, завтра будет существовать радиостанция, рекламодатели упал на 90 процентов, идут сокращения в соседних радиостанциях. Да, им, конечно, денежки выплачивают, но это не факт, что я останусь на рабочем месте и, скорее всего, я полечу в какую-нибудь там соседнюю республику, и вот я буду по Прибалтике путешествовать. И, по сути дела, вот в результате вашего решения именно вы лично убьете экономику всего Евросоюза. У нас звонок, так, только что был, сорвался 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Александр. Вот, я бы хотел сказать так, вот, к примеру, этому человеку, который присутствует на радио. Да, Дмитрий Потапенко у нас в гости. Да, 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 очень приятно, потому что я не сначала начал слушать. Вот, поэтому я скажу так, что экономика же, она сильно связана с политикой, правильно? Вот, потому что экономические процессы определяют те люди, которые владеют деньгами, в принципе, и какую экономику надо строить для себя, такую они и построят. Ведь за времена ковида 25 богатейших людей стали богаче на 20-255 миллиардов, вот, всего за два месяца. Да, какой у вас вопрос, чтобы гость мог ответить? Нет, вопрос у меня очень простой. Вот, как выходить из этой ситуации, и кто будет выходить из этой ситуации, и на кого, к примеру, ориентироваться в этой ситуации с экономикой, если, к примеру, в таких странах, как Эстония и Норвегия, такого обвала не наблюдается. Да, спасибо вам. Да, закончил, слушатель. Да, хорошо, но все, что касается там мирового заговора насчет него, я бы был так очень аккуратен, а то, что у кого-то там увеличились состояния, как экономист могу сказать, что большая часть тех так называемых возросших состояний, это не благодаря увеличению объема труда, а переоценке, по сути дела, действующих бизнесов и переоценки, попросту говоря, это дутый пузырь, он ничего из себя не представляет, поэтому вот в этой части не беспокойтесь, на нас никто особо не заработал, это первый посыл, ибо надо, опять-таки, оценка богатейших людей, она идет по их активам, которые котируются тем или иным образом на рынке. Если, соответственно, на фондовом рынке у вас есть фармкомпания и фарма сейчас является выгодным вложением, то спекулянты это чуть-чуть под дуль. Для вас это, кажется, огромные деньги, надо смотреть в процентах, насколько они приросли в процентах. Вот в процентах они приросли незначительно. Второе, значит, по поводу обвала, который есть или отсутствует в Евросоюзе. Значит, я не красного славча для, сказал чуть-чуть выше, что обвала вот в том виде, в котором, знаете, все пропало, все пропало, там вокзал уходит, все обваливается, такого обвала не существует. Вообще, поймите, это опять-таки правильно, что и рост, и падение в экономике одинаково прогнозируемы и одинаково значимы. Это вообще циклический процесс. Вообще, та рецессия, в которую мы вползаем, это норма. Там, например, развал сделки СОПЕК, это тоже норма, потому что как раз существование картельного сговора в рыночных условиях, это не норма. Поэтому, когда мы говорим, на кого ориентироваться, уже касаясь нашего радиослушателя, ориентироваться нужно и вкладывать нужно в собственные знания, в собственную голову, в создание своих социальных связей. То есть, чтобы ваш труд, о нем знали существенно больше, и у вас был огромный выбор в предложениях работы, или вашего бизнеса как такового. Поэтому вкладывать в промо нужно, в первую очередь. А это личные связи. Ну, если вы не в состоянии личной связи строить, то, конечно, реклама. Но реклама – это самое худшее вложение с точки зрения налаживания личных связей. Если говорить о тех, кто владеет деньгами, наш радиослушатель так упомянул об этом. Вот сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Певсков заявил, что в России нет олигархов. Если погуглить, то можно найти новость 2019 года, где об этом говорил сам Владимир Путин, о том, что в России олигархов нет. Что думаете по этому поводу? Ну, если говорить об олигархах, наверное, то есть тут можно поддержать Владимира Путина. Дело все в том, что он, в принципе, Владимир Путин чем хорош, он никогда не врет. Это правда, существенная и неприкрытая. Дело в том, что в любую секунду, собрав весь список Форбса, там всего лишь, по-моему, 100 с лишним человек в Российской Федерации, Владимир Владимирович может сказать так. Молодые люди, значит, по очереди подойдете сюда, распишитесь и, кстати, ручку не забудьте вернуть. Поэтому в этом контексте Владимир Владимирович абсолютно прав. Потому что олигархов у нас нет, у нас есть силовики. Потому что у нас, ну, то есть многие любят позубоскалить по поводу яхт, а мне куда больше интересен там полковник Захарченко или полковник ФСБ, у которого находят золотые слитки, лежащие, соответственно, мертвым грузом. Потому что вот это люди реально управляющие экономикой Российской Федерации. А список Форбс, ну, подписанты я бы назвал бы их так, по большей части. То есть можно сказать о том, что Владимир Путин сумел упразднить эту систему, потому что в 90-е, по крайней мере, мы помним, что были классические олигархии, я помню, Березовского, Гусинского и так далее и тому подобное. Там как раз по классической формуле и масс-медиа, и влияние, и так далее, и тому подобное. Называлась эта семья банкирщина. Владимир Путин просто поменял, скажем так, значки. И ведь это традиционное... Не упразднение, понимаете, коллеги. Это соревнования традиционно стали и зла. Просто сталь победила. Вот и все. Ну, то есть, что поменялось-то в этой части? То есть, обладает силой не тот, у кого есть золото, а тот, кто может тебе выстрелить в голову. Какая разница? Мне кажется, что одно одно похуже другого. По крайней мере, когда была на семи банкирщина, по крайней мере, ты мог перепродавать свой труд в этих кланах. А когда тебе может выстрелить, как произошло в Екатеринбурге, либо Росгвардеец, либо, там, не знаю, какой-нибудь полковник МВД Вивсюков, то, собственно говоря, какая разница, от чьей пули погибать? Все равно это будет пистолет Макарова 9 миллиметров, как в классической поговорке. 9 грамм инвестиций, и ты недвижимость. А по фиозам вот этого столкновения стали и злата стало противостояние Ходорковского и Путина. Тогда все решилось, как вы считаете, или позже? Я думаю, что нет. Ходорковский был промежуточным звеном. При этом, я считаю, что Ходорковский это был такой показательный процесс, когда нужно было показать как раз всем людям, у которых было вот это злато, что будете сильно выеживаться, собственно говоря, вас придушат по-тихому. То есть, по Ходорковскому это было такое показательное выступление, а дальше уже, собственно говоря, ну а что далеко ходить? Ну, Баринг Восток. Кто сейчас вспоминает Баринг Восток? Кто вспоминает сделку по Башнефти? То есть, любой человек, обладающий в России хоть каким-то имущественным комплексом, для этого не... Просто мы сейчас обсуждаем как бы с вами очень большие деньги. А зачем обсуждать большие деньги? Все то же самое, только на крайне низких уровнях. Как известно, я омбудсмен по защите прав предпринимателей, по микробизнесу и самозанятых. Более 200 тысяч уголовных дел ежегодно возбуждается против предпринимателей. Это идет тенденция последних 7 лет. Когда-то там 250 тысяч, когда-то 270 тысяч, но меньше 200 тысяч не бывает никогда. Оправдательных приговоров в России нет. Даже если грубо посчитать, что у каждого из этих предпринимателей работало хотя бы по 30 человек, то это означает, что через вот эту мясорубку прошло практически все предпринимательское независимое сообщество уже не раз. И вот вам, собственно говоря, те условия, в которых мы живем. А мы... И когда мы обсуждаем там про Ходорковского, Евтушенко, там, соответственно, Майкла Калви, собственно говоря, это такие правила игры в Российской Федерации. Ну, интересно, что как раз кинокритики обратили внимание на то, что в российском кинематографе и в сериалах, которые идут по федеральным каналам, практически нет героя-представителей частного бизнеса. То есть концепция сериалов, она исключает хорошего частного предпринимателя из вот этой культурологической среды. Это формирование определенного имиджа, получается, что есть предприниматель. Ну, предприниматель это жулик. Владимир Владимирович четко, по-моему, ясно сказал. Он, конечно, сказал несколько как бы в сослагательном наклонении, он сказал, по мнению людей предприниматели в основном жулики. Да нет, по мнению всей элиты силовых ведомств, коммерс это жулик. Просто они привыкли получать деньги из тумбочки, не понимая, что, собственно говоря, все сущее вокруг них, даже то, что у них там в руке ствол, там, ксива, это все изготовлено руками, как раз предприниматели, они, у них кирпич в башке зашит под названием государство. Ну, поэтому не надо тешить себя иллюзией, что в России когда-то эта система перевернется. Последние сто лет, ну, то есть со времен советской власти, с 17-го года, предприниматель это жулик и это не поменяется там ни при моей жизни, ни при жизни моих детей. Звонок еще у нас. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вот я еще хочу задать один вопрос, Александр. Я бы вообще поспорил с господином Потапенко, потому что у него такая интересная вот позиция, но она очень сильно отличается от много чего. Может, в экономике он силен, но не знаю, как в политике. Вот. Но я скажу так, вот к примеру, что он говорит? Я хотел спросить вот одно просто, да? Вот он говорит, что чиновники, там, все, олигархата нету, да, силовики, так что развиваться тогда, чтобы ко мне пришли силовики и отжали у меня бизнес? Как у нас, к примеру, сейчас же бизнесмен, это что, на втором месте, на первом месте чиновники, силовые структуры, все, так это во главе с Путиным, во главе здесь, к примеру, то же самое. Вопрос какой у вас? Вопрос у меня такой, вот вы говорите, развиваться, надо развиваться, для чего? Чтобы полковник Захарченко отжал у меня бизнес в России, а его начальники уехали в Израиль на постоянное место жительства, так? Да. Итак, для чего развиваться? Значит, я вынужден, ну, развиваться, предприниматель, это вообще штука такая, вещь в себе, это человек полусумасшедший, по сути дела, в России так особенно, предпринимательство, это стиль жизни, это раз, первое, второе, предпринимательство, это еще одна дополнительная степень свобода, потому что, какая альтернатива не развиваться, как было сказано нашим любимым радиослушателям, сесть пивко попить, так, собственно говоря, хочется узнать, а кто же будет кормить семью? То есть, существует всего два варианта, можно пойти в частное предпринимательство, либо можно пойти в силовики, то есть, кормить, косить таких коммерсов, как я, поэтому выбор за каждым, он его осуществляет, соответственно, либо присоединяется к когорте, соответственно, вот этих ненужных чинуш, либо, соответственно, реализует сам себя в виде некого свободного труда. Поэтому здесь я не могу ему как бы предложить какую-то альтернативу, потому что здесь выпадает еще третий функционал, который крайне важен, о котором я регулярно говорю у себя в программах, что строительство государства российского это тяжелейшая работа после работы, потому что та схема, которая управление, которая реализована в российском государстве, она реализована благодаря пассивности нашего гражданского общества последние 20 с лишним лет. Потому что вот если мы возьмем как раз мы вот с коллегами журналистами только что обсуждали меня как медиам-менеджера и подписки и отписки у меня на канале, я не сказал абсолютно, что подписки, вернее, отписки были после того, когда один из каналов вырезал правильно, неправильно это их судьба и в общем-то сказал, что Потапенко призывает идти на участки и голосовать, а на самом деле нужно объявить в кавычке это можно назвать бойкот. Я люблю этих бойкотеров, которые знаете, идеальный овощ для власти. Налоги платит, государственные документы получает, государственные пошлины платит, но при этом не ходит ни на какие воли и зли явления. Прекрасный овощ, попросту говоря, который снабжает власть деньгами, но при этом говорит, что я против власти. Как ты против власти? Я могу понять, если бы ты жил в другом государстве и не платил бы налоги, но почему-то документы ты имеешь в кармане Российской Федерации и платишь самое главное за эти документы и каждый день отдаешь за это налоги. Поэтому такие бойкотеры власти выгодны. Вот благодаря этому у нас, собственно говоря, люди в погонах у власти. Вот одна моя знакомая сегодня написала мне, она живет в Москве, что их на работе неофициально предупредили о необходимости прислать скриншоты после голосования по правкам в Конституцию, иначе могут быть какие-то проблемы. Насколько это вообще возможная практика такая? Это нормальная практика, если ваша знакомая работает в бюджетной организации. Именно это один из ярких примеров, почему бойкот технологически невозможен. Потому что, ну, я сразу могу честно сказать, что зашли огромные деньги в темники так называемых пригожинских, дабы вот эту интеллигенцию вшивую, которая все время, знаете, выпить ли мне чаю или повеситься, вот она все время находится в этом рассуждении, а ее переигрывает какое-то, в общем-то, мещанское, как они воспринимают, быдло, вот так вот, а их переигрывает ГБУ-жилищник. Вот ГБУ-жилищник точно пойдет и проголосует за поправки в Конституции. Прямо вот 300 раз. И когда я читаю аргументы людей, ну, даже здравомыслящих, которые говорят, не надо принимать участие в легимитизации, я всегда задаю вопрос, сынок, у тебя, ты налоги ежедневно отдаешь, когда в магазинчик этому кровавому режиму отдаешь, документы у тебя в кармане Российской Федерации, Российской Федерации, все, больше ничего не надо говорить, какой ты там бойкотер, я говорю, ты идеальный овощ для действующей власти, потому что я напомню, что я эту фразу начал приводить несколько месяцев назад, что, в общем-то, отделение Соединенных Штатов от британской короны началось с того, когда колонисты, напомню, практически преступники уехали покорять Америку, а потом они начали бузить в отношении британской короны, что, типа, фраза такая была «No taxation without representation», то есть нет никаких выплат, то есть налогов без представительства. Вот я могу себе представить, если бы это происходило в 21 веке, колонистам бы где-нибудь туда же за Пригожинские накидали вот этих вещей, что за вас уже все решено, что вы просто тупо хотите поднять явку. У нас бы до сих пор Америка была бы колонией британской короны. Ну что ж, время нашего эфира подошло к концу. Благодарим вас, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонян доступен». Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Удачи.